Это 57-й год развития борьбы. Тогда были легендарные тренеры. Это Мирский, Михаил Иванович. Рыбалка по вольной борьбе. Это поколение, которое поднимало борьбу именно в Белоруссии. В этот период появились легендарные борцы, как Караваев, Александр Васильевич Медведь. Это шло параллельно. Как вы знаете, Александр Васильевич стал трехкратным. Караваев был олимпийским чемпионом, чемпионом мира, Европы многократным. Потом ближе подошло мое поколение. Было такое, что пять человек из сборной СССР выезжало на чемпионат Европы из десяти. И все стали чемпионами Европы. Это было в Ляйптиге в 1985 год. Три союза, конечно, мы друг друга знали. Это 15 школ. И выбирали именно самых таких сильных. Тем более на сборах по 200-300 человек было. И пройти вот эту горнилу очень было трудно. Вот эти люди заложили хороший фундамент. Первый олимпийский, как суверенный государственный, было три медали по греко-римской борьбе. Одна по вольной на Олимпиаде в Атланте. И в 1998 году начала женская борьба развиваться. Очень много забоевных медалей. И если брать одну Олимпиаду на чемпионатах мира, Европы, и как бы развитие женского у нас идет большим этапом. Сегодня белорусские девушки показывают, что они одни из лучших в мире тоже. История у нас есть и продолжается. Если брать детский и юношеский спортивный, То есть эти турниры все по 200-300 человек участвуют. И европейские игры это дома. Мы обязаны дома выступать достойно. Мы рассчитываем 6 медалей на 3 вида, по 2 медали на каждой. Будет больше – прекрасно. Большой спорт, он должен, человек должен вывернуть себя. Если он не вывернул, он никогда не станет чемпионатом. В первую очередь ты все, что делаешь – это для себя. А дальше люди оценивают твою, как ты себя будешь вести в жизни, как ты будешь относиться. Желать хочу хорошего выступления. Чтобы выходили дома и городские стены помогают. Чтобы они почувствовали, что они дома. Чтобы они вышли и показали достойную борьбу и прославили наше государство.